Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Я и мои коллеги ненадолго покинули свои дома, чтобы рассказать вам о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Губернатор Московской области выступил с обращением к жителям Подмосковья, в котором сообщил об ужесточении режима изоляции. Мы не должны допустить того, чтобы у нас появились тяжелые, средние тяжести случаев. В городском округе проходит ежедневная санитарная обработка подъездов жилых домов. Это всего лишь такие составные части общего большого процесса. И каждый человек должен подумать в первую очередь о себя, о своих близких и о тех, кто находится вокруг него. Многие музеи Москвы и Подмосковья перешли в онлайн режим. К ним присоединился и музей-заповедник Горки Ленинские. Это выдает нам сил работать больше, придумывать новые темы, записывать новые видео. В воскресенье губернатор Московской области выступил с обращением к жителям Подмосковья, в котором сообщил об ужесточении режима пребывания в местах массового скопления людей. Андрей Воробьев отметил, что введение подобных мер связано с постоянным ростом числа заразившихся коронавирусом. Мы не должны допустить того, чтобы у нас появились тяжелые, средние тяжести случаи. Для этого, вы знаете, мы приняли ряд решений, которые предполагают каждую семью находиться дома. Сидеть дома – это лозунг, это девиз, который сейчас известен каждой семье. Покидать квартиру разрешается только в случаях. Обращение за экстренной, неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозой жизни и здоровью. Поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу. Совершение покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке. Выгулы домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания или пребывания. Необходимости вынести бытовой мусор. Также Андрей Воробьев призвал жителей Московской области соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Исключение – поездки на такси. В своих сетях я обязательно выложу ссылку на это постановление, где четко, подробно написано все то, что касается вводимого нами режима. С воскресенья, с 20 часов. По просьбам жителей, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Павел Русаков взялся за вопросы благоустройства на своем участке. Вместе они обсудили планы будущих работ. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, вся деятельность не останавливается даже сейчас. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Жители домов по улице Строительная обратились к своему депутату Павлу Русакову с просьбой о благоустройстве дворовых территорий. Большой проблемой у дома номер 25 является нехватка парковочных мест. По итогам голосования, проведенного среди жителей, было принято решение, что зону между домами приведут в порядок и сделают места для стоянки автомобилей. Ранее здесь были демонтированы старые гаражи. Сейчас мы вышли сотрудникам дорсервиса, просчитываем, сколько нам нужно средств для того, чтобы демонтировать старые подосновы из-под этих гаражей, для того, чтобы понять, сколько нам нужно посадить кустарника будет, сколько газона, да, то есть будем ли мы здесь уклон делать или ярусы, потому что здесь очень специфический ландшафт. Между 17 и 19 домами по строительной планируется сделать зеленую зону отдыха. Сейчас ведется создание проекта, который будет согласован с жителями. Кроме того, обсуждается возможность проведения благоустройства участка вдоль проезжей части. Устанавливаем бортовой камень для того, чтобы автомобили не могли парковаться на газоне. Соответственно, готовим почву под газон и непосредственно проводим озеленение. Также к депутату со своей проблемой обратились жители 21-го дома. Они жалуются, что некоторые автомобилисты оставляют свои машины не на парковочных местах, а на дороге вдоль дома. Выходит, греет ее минут 15, наверное, да, все это идет к нам в окна. Значит, на замечаниях хамят. Ему вот надо машину поставить, а то, что здесь люди живут, это никого не касается. Установка антипарковочных столбиков в данном случае невозможна, так как это помешает проезду спецтранспорта, служб МЧС и скорой помощи. Мы, в свою очередь, со своей стороны рекомендуем здесь нанести разметку, которая будет показывать о том, что это парковочная зона, а это проезд. Более детальная организация парковочного пространства в данном дворе будет прорабатываться отдельно. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. С середины марта в Подмосковье реализуется комплекс профилактических мер, направленных на нераспространение коронавируса. Одна из них – ежедневная санитарная обработка общественных территорий, а именно подъездов жилых домов. Как и с какой периодичностью происходит процесс, проинспектировал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Люди в защитных масках со специальными опрыскавателями заходят в подъезд и принимаются за работу. Главная задача – максимально обезопасить те поверхности, с которыми происходит контакт. Обрабатываются у нас места общего пользования, кнопки, входные группы, почтовые ящики для того, чтобы не распространялась инфекция. Обработка производится два раза в день и используются хлоросодержащие составы и спиртовые составы. Фронт работ для управляющих компаний, осуществляющих обслуживание жителей на территории городского округа, немаленькие – почти 2700 подъездов. И существует мнение, что и сами жители могут оказать посильную помощь коммунальщикам. Я предлагаю собственникам, призываю к тому, я как руководитель ассоциации, призываю собственников к тому, чтобы каждый из своей площадки тоже производил обработку. Чем выше этаж, тем меньше соприкосновений с ручкой, меньше людей живет. Ноги же пешком ходят, не только лифтом пользуются. Поэтому две минуты, три вышел, протер и спи спокойно. Главу Ленинского городского округа в поездке сопровождают заместитель главы администрации муниципалитета Александр Усков, представители подрядной организации и муниципальные управляющие компании. Они поделились и имеющимися проблемами. Категорическая нехватка дезинфицирующих средств. Поэтому сегодня общались с руководством управляющих компаний. Они где-то даже помогают друг другу, несмотря на то, что являются, будем так говорить, конкурентами. Но сейчас все делают общее дело, помогают друг другу, подсказывают, где можно приобрести, или там просто как-то делятся, дают взаймы. Отдельная тема – контроль за качеством и периодичностью обработки подъездов. Это могут делать и местные жители. График дезинфекции. После обработки ухожица, которая отвечает за этот дом, ставит свою запись и информация по коронавирусу для людей. Сейчас в Ленинском городском округе в процессе ежедневной обработки подъездов участвует порядка 750 человек. Жесткий контроль за их работой ведется и со стороны властей. Мобильное приложение разработано правительством Московской области. Работник, который осуществляет дезинфекцию, фотографирует результат своей работы, подгружает мобильное приложение. Таким образом, данный адрес считается закрытым. Введение жестких ограничений на пребывание граждан в общественных местах, обработка подъездов и пассажирского транспорта – все эти меры направлены на сохранение жизни и здоровья граждан. Это всего лишь такие составные части общего большого процесса. И каждый человек должен подумать, в первую очередь, о себе, о своих близких и о тех, кто находится вокруг него. В настоящее время ничего, кроме как свести к минимуму контакты с окружающим миром, с окружающими нас людьми, ничего не придумано. И если человек сам о себе не позаботится, то, конечно, государству это будет сделать гораздо сложнее. Действительно, по сути, каждый житель может сделать вклад в сохранение своего здоровья и здоровья своих близких. Оставайтесь дома. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Многие музеи Москвы и Подмосковья перешли в онлайн-режим. На прошлой неделе к ним присоединился музей-заповедник Горки-Ленинский. Теперь посещать экскурсии можно, не выходя из дома. Как происходит процесс записи, узнала наша съемочная группа. Подробности у Александры Столяровой. С 16 марта музей-заповедник Горки-Ленинский начал работу над проектом Горки-Онлайн. Любой желающий может посетить экскурсию или прослушать лекцию, оставаясь дома. Для этого нужно только зайти на YouTube или в Instagram. В понедельник, среду и пятницу здесь выкладывают заранее записанные выпуски видеопроекта. Вы можете на экскурсиях ознакомиться именно с теми интерьерами, которые были здесь в 1918 году до национализации усадьбы. На прошлой неделе в музей-заповеднике начали осваивать трансляции в режиме реального времени. Выходить в прямой эфир сотрудники музея-заповедника будут по вторникам и четвергам. У нас целая программа, которая будет посвящена в основном тем экспозициям, которые как бы не очень пользуются большим вниманием, причем незаслуженно. Это, например, экспозиция, которая расположена в музее и кабинете квартиры Ленина в Кремле, Крупская личная. 29 марта в музее-заповеднике была запланирована научная лекция «Лукино. Памятник духовной культуры». Сотрудники музея решили ее не откладывать и включили в проект «Горки онлайн». Сегодня лекцию можно найти на YouTube-канале музея-заповедника. Село Лукино с 1734 года принадлежало его сыну Андрею, служившему советником Адмиралтейской конторы. Подобный формат работы для сотрудников привычен, ведь музей-заповедник давно развивает свои социальные сети. Однако проводить экскурсии и читать лекции, видя только камеру, сложнее. Справиться с этим научным сотрудникам помогают комментарии подписчиков в социальных сетях. Люди не забывают о нас, любят нас, интересуются. Это всегда очень-очень приятно. Это дает нам сил работать больше, придумывать новые темы, записывать новые видео. Сотрудники музея подготовили множество онлайн-экскурсий. Не выходя из дома, теперь можно больше узнать об истории музея-заповедника Горки-Ленинские. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И чтобы не только не зависеть от природных капризов, но и сберечь жизнь и здоровье родных и близких, оставайтесь дома. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова